Итак, приветствую, ребята, вас. Да, да, вы можете услышать странный голос, но я просто сейчас в данной ситуации теперь работаю в новой технике, а именно с нового планшета. Как сказать? Сказать так. Раньше я работал на телефоне, и вот недавно мне уже подарили, наконец-то купили планшет. И, как вы видите, в данной ситуации я вот делаю съёмку экрана. Нет, это не на программе, это у меня уже есть такая функция съёмки. И сегодня я решил немножко поговорить об этой теме, и что же теперь будет. Ну, начнём с первого. Насчёт анимации артов, я думаю, теперь я могу работать даже на планшете. Чтобы вы понимали размер моего телефона и планшета, я вам покажу две фотографии. Да, вы заметите, слева ручку, это для того, чтобы вы понимали ихний размер. И, как вы видите, экран у телефона маленький, а вот у планшета он здоровый. И вот, честное слово, когда я впервые взял планшет в руки, немного на нём поработал, а потом взял в руки телефон, у меня такое было ощущение, будто бы телефон, наоборот, уменьшился. Я просто не знаю, как описать. Да, и, может быть, скажу так. Походу, насчёт плана анимации я пока что ещё не знаю. Мне ещё надо установить программы, чтобы анимировать. И, может, теперь я буду анимировать с двух программ одновременно. То есть, компо-дартером, это используя графический планшет. Ну, или же, как бы, планшет. Да. Что я могу сказать о планшете? Это охеренно. В первую очередь, работа с артами в этой программе IndiesPaint уже хорошо работает. Всё хорошо рисуется, никаких долгих загрузочек. Я как-то помню, что чаще всего была проблема с тем, что когда я начинаю что-то раскрашивать, то обычно на телефоне IndiesPaint немного зависает, а потом только раскрашивает. Это было неудобно. К тому же, как я говорил, у телефона слишком маленький экран, чтобы всё хорошенько разглядеть. А вот здесь вот я спокойно рисую. И да, я рисую не стилусом, а пальцами. И я сейчас покажу вам весь процесс этого рисования. Но начнём с того, как я буду вам показывать. Нет, не съёмка экрана, а наоборот. Я возьму свой старый телефончик и поставлю своей подставочкой. Вот этой подставочкой, которую я сам сделал. Да, я один раз показывал на третий канале, я его планировал делать. Но потом я его забросил. И что я могу сказать? Да, его, конечно, кто-то уже чуть ли не разобрал. И мне его пришлось вновь собирать. Но получилось уже неплохо. И у него теперь есть два режима. Это, то есть, прямой и угловой. Итак, я устанавливаю телефон на эту штуковину. И ставлю планшет для рисования. Таким образом, я и вы... Я могу рисовать спокойно. А вы над этим даже наблюдать. И вот весь процесс. Да, у меня нет пока данной ситуации стилуса. Но в дальнейшем я его попробую приобрести. Но придётся ещё одна... Но есть ещё одна проблема. Да. Планшеты достаточно небесплатные. Пришлось за него заплатить. Стоит он где-то примерно 15 тысяч рублей. Да. А появится это причина из-за того, что у нас сначала дистанционка. И когда у нас отключают электричество, я не могу зайти на дистанционку. Из-за этой причины, которая считает, что мы виноваты в том, что у нас вырубают свет. Из-за этой причины нам пришлось приобрести планшет. Да. И моей сестры так уже. Тоже потребуют приобрести телефон. Но она хотела телефон, а я захотел планшет. Как-то так. И вот. Теперь придётся расплачиваться за планшет и за телефон. Я, к сожалению, в данной ситуации не зарабатываю, но надеюсь, что в дальнейшем мой, как бы, хобби будет уже не только меня радовать, но и кого-то, но и наоборот также зарабатывать. Как бы. Ну, скажем так. Значит, что дальше? Ничего я хочу сказать. В первую очередь, я, наконец-то, воскресну на нескольких соцсетях. Как? Теперь я нормально буду работать в ВКонтакте. Я воскресну в Дискорде. Теперь я буду следить за группой Дискорда. Кстати, заходить туда, если что. DeviantArt. Туда я буду выкладывать некоторые арты, ну, по возможности, ну, понятное дело. Инстаграм. Да. Тут тоже. Ну, и, конечно же, конечно же, я ради прикола зашёл в ТикТок. Да. И насчёт стримов. Ведь считается, что у меня тебя планшет мощненький, и он, наверное, потягивает, что там. Ну, вот одна беда. Чтобы стримить, мне нужно тысячу подписчиков. Вот такая вот кек. Ну, чтобы хоть трансляцию проводить. Насчёт прямой эфира я не знаю. А вот трансляцию надо ещё как-то придумать. Да, конечно, может быть, есть какие-то программы, но я не знаю этих программ. Если вы стримите с телефона, и на Ютубе стримите, и при этом вас не имеется тысяча подписчиков, и у вас всё равно работает, пожалуйста, поделитесь мне с вариантами, какими вариантами можно стримить. Я буду рад. Если что, я буду благодарен. как бы вот так вот, ребят. Ну, что ж, спасибо за просмотр, подписывайтесь, и всем пока. Ну, а ещё, кстати говоря, планшеты, я пока ещё не тормозил, только сейчас вспомню. Чтобы теперь расплатить за планшет, мне придётся по полному выкладываться в колледже. Так как, когда в данной ситуации у нас дистанционка от всех ко мне начинает бесить, то мне придётся выкладываться по пол. Мне придётся выкладываться по полному, чтобы нормально, ну, хоть как-то расплатиться за планшет. Ну, понятное дело. И так что, как-то так. Это всё, что я хотел сказать. Теперь, всем спасибо за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на мой канал, если хотите, наблюдаюсь за моими новостями, и всем пока. И, кстати, не забудьте подписаться на мои соцсети. Буду рад. Пока.